Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Первобытно-общинный бой. Кто развязал недипломатическую борьбу в Раде и в чем причина этого парламентского котла? То пожар, то кража. У кого нашли пропавший ноутбук председателя Погорелого Соломинского суда? В поисках большой рыбы. С чем связана волна обысков в крупных украинских компаниях? Президентская метла. Петр Порошенко сегодня уволил Николаевского губернатора и настоял на отставке прокурора и начальника нацполиции этой области. Глава государства сейчас в Николаеве, где в начале июня, я напомню, на взятки в 90 тысяч долларов взяли золотого замгубернатора Романчука. Президента в Николаеве ждали почти месяц и по этому случаю даже закатали в асфальт лужи. Так спешили залатать дорогу для кортежа. Все подробности этого визита в материале Кирилла Ющишина. Приезда главы государства в Николаев ожидали почти месяц. В начале июня в области прогремел скандал. За взятку в 90 тысяч долларов задержали первого замгубернатора Николая Романчука, а вместе с ними еще одного чиновника. По делу проходит еще трое. Помощник Романчука, его водитель и советник главы облсовета. Он в розыске. С того момента горожане ждали реакции президента. Сегодня Порошенко озвучил свою позицию. Після разговора со мной Вадим Мериков написал заяву про звільнение с посади главы областной державной администрации. Это політичная ответственность. Наголошу на то, что цим не обмежится. Я обратюсь к генеральному прокурору. Звольнити прокурора Миколаевской области за бездействие в частности борьбы. Я обратюсь к министра внутренних справ и шефа национальной полиции. Звольнити голову полиции области. А общественники, которые несколько дней требовали отставки губернатора, довольны. Их главное требование выполнено. Теперь хотят участвовать в выборе кандидатов на должность руководителя области. Есть вопрос того, кто занимается посадом. У нас предназначение главы будет отбиваться на конкурс мест. И думка громадской спектакль тоже будет выработана. Заявление об отставке главы обл. администрации Петр Порошенко сделал во время открытия зерноперерабатывающего завода и речного терминала. Его построили на берегу Букского лимана. Американская компания «Бунге» инвестировала 280 миллионов долларов. Инвестеры, на жаль, тоже должны встречаться с перешкодами, например, с надзвучайно высокими портовыми сборами, что делает украинские порты меньше конкурентостатными в сравнении с другими портами бассейна Черного моря. Этот перерабатывающий комплекс, открытие которого мы отмечаем сегодня, позволит достичь большей эффективности, чтобы предоставить излишки продукции Украины другим странам мира. Посетил президент и Черноморский госуниверситет имени Петра Могилы. Сегодня в УЗУ вернули звание национального. Местные власти к приезду Порошенко готовились заранее. Но вот дорогу возле аэропорта отремонтировать не успели. Пошел дождь. Дорожники не растерялись и прямо по лужам уложили полосу асфальта. Это вызвало у горожан недоумение. Но чиновники уже пообещали, как только погода наладится, это покрытие опять снимут и сделают все качественно. Кирилл Ющичин, Богдан Иванов. Подробности с телекинал Интер. Николаев. И еще об одном крупном чиновнике. Мэра Львова обвиняет в бездействии родственник коммунальщика, который пропал без вести во время пожара на Грибовицком полигоне. Говорит, садовой не делает ничего, чтобы помочь найти тело пропавшего под завалами. Сейчас на Грибовицкой свалке находятся только два экскаватора и оба они не работают. Сообщил журналистам родственник пропавшего. Я напомню, что в результате обвала на полигоне погибли трое спасателей. А тело одного из коммунальных работников еще третью неделю. Львовского мэра вспоминали и в парламенте. Он сегодня даже стал причиной потасовки заочно. В радио сегодня гостили голландские коллеги наших нардепов. Планировали обменяться опытом и хозяева дали им такую возможность. Показали депутатское мастерство владения кулаками. Кто спровоцировал новый парламентский котел и чем завершилась эта сегодняшняя недипломатическая борьба, расскажет Екатерина Лысенко. Парламентская среда по традиции много не обещает. В повестке дня пара законов и вопросы ратификации. Правда, утром спикер призывает нардепов показать, что значит работать по-европейски, приветствуя высоких гостей Рады. В Украине с официальным визитом перебывает делегация парламента королевства Нидерландов на чулі с президентом Сенату. Но уже спустя полчаса те же гости из Нидерландов увидели депутатское мастерство махать кулаками. Во время выступления нардепот оппозиции призвал зал рассмотреть законопроект о перевыборах мэра Львова, но договорить не смог. Во Львове Садового называют мистер доля. И доля не от слова судьба, а доля от коррупционной составляющей, которую он получает от всего. Соболева Семенченко очень высоко. Я подтверждаю, я это видел. Сказали... С криками да кулаками набросился в нефракционный Поросюк. Нардепа успокаивали все, кто был рядом. В итоге с разбитым лесом оказался сам же Поросюк. А потасовку тут же стали обсуждать в парламенте. Но обсудили только фронтовики. Оппозиции слова не дали. Дальше в списке вопросы ратификации. И тут уже оппозиция взяла слово. Мы готовы поддерживать любую ратификацию, которая принесет добро. Но мы выступаем категорично против той вакханалии, которую вы, Андрей Володимирович, порушили и начали в зале Верховной Ради. Вы не имеете права затыкать рот депутатам нашей фракции и одновременно давать им возможность ображать наших депутатов с боку наших политических оппонентов. Або вы будете вести себя однаково по отношению до всех депутатов парламенту, або мы будем шукать другие шляхи для того, чтобы привернуть увагу международной спільноты, что спикер парламенту занимает и является спикером только отдельной части парламента. Тем временем к Парасюку уже поспешили медики, а сам нардеп так и не вышел в кулуары и журналистам свою позицию не пояснил. Параллельно в полупустом зале парламента уже перешли к обсуждению повестки дня, но проголосовать не смогли. В итоге, проработав целых два часа, заседание закрыли. На жаль в нас, сейчас в парламенте рейтного голосования продемонстрировало, что нет голосов для прилетения решений. Поэтому вечное заседание Верховной Ради Украины я оголошу закрытым. Надежда, конечно, на завтра есть шанс сменить членов Центра сборкома, но тут главное, чтобы нардепы на футбол не разлетелись. Сегодня и завтра отбываются футбольные матчи и много депутатов нет в зале, на жаль. Хотя вопросы Центральной выборчей комиссии стоят очень гостя. В принципе, через футбол есть загроза того, что в зале не будет голосов. Я чутки про то, что много депутатов собираются на футбол, но я знаю, что летак и все керевники фракции заборонили отлетать в ранее, сказали, что будут вернуться, потому что все квитки сдаты. Я считаю, что будет возможность проголосовать. Правда, за новых членов ЦИК, если и будут голосовать, то только после того, как фракции встретятся с кандидатами. В большинстве говорят, встречи намечены на завтра перед пленарным заседанием. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Иван Ермаков, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Парламент, в котором нападают на оппозицию, должен быть распущен. Такое заявление сделал оппозиционный блок. Я процитирую. Мы убеждены, что в цивилизованном обществе нападать на депутатов могут только дикари. В оппозиционном блоке сожалеют, что Нардепу Поросюку пришлось обратиться в медпункт. Тем не менее, подчеркивают, что именно он спровоцировал конфликт. Политила заявляет, что, цитирую, мы готовы дать сдачи всем, кто плюет на Конституцию, международные обязательства, Минские соглашения и регламент Верховной Рады. Конец цитаты. В оппозиционном блоке также считают, что Украине нужен парламент, который принимает законы для улучшения жизни людей. Обыски и задержания антикоррупционной детективы сегодня отчитались о завершении расследования незаконных схем реализации природного газа в Укргаздобыче. Кого уже задержали и кто из нардепов выдвинул НАБУ ответ на и громкие обвинения, расскажет Анна Каменева. Вот так начался день в приемной нардепа Александра Онищенко. Видео на телефон снимает его пресс-секретарь. А кто вы? Кто вы? Национальное антикоррупционное бюро. За кто вы? За кто вы проведете? За кто вы проведете общество, судебного фау, сферчего судей, салонно-народного депутата. А вы знаете, что принимали на народного депутата? Нет, не знаю. В итоге двери выломаны, сотрудники заблокированы. Что происходит внутри, непонятно. Никого не впускают и не выпускают. В связи с чем пожаловала НАБУ, неясно. В интернете появляется информация. Бюро якобы подало прошение генпрокурору о снятии неприкосновенности и аресте нардепа Онищенко. Это долго нигде не подтверждают. И только после обеда становится ясно. Все правда. НАБУ и антикоррупционная прокуратура созывают брифинг и заявляют расследование дела о злоупотреблениях в Укргаздобыче на завершающей стадии. Онищенко называют организатором коррупционной газовой схемы. Газ, который поступал добывать в Укргаздобычной деятельности, попадал на эту псевдо-товарную биржу за ценою 2640 гривен за 1000 куб. Также он продавался этим субъектом хозяйства. Эти предприятия уже продавали этот газ в реальном секторе экономики за 6 900. Общая сумма избитков складывает почти 3 миллиарда гривен. Уже установлено 20 человек входили в склад озвученной злочинной организации. На данный момент 10 из этих участников затриманы. Кто эти люди? Главные антикоррупционеры не говорят. Уточняют только среди них есть и чиновники госпредприятий. Сегодня детективы с утра проводят 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. Уже изъяли более полумиллиона долларов. В НАБУ анонсируют процедуру ареста имущества участников схемы. А вот что именно искали в приемной Онищенко в бюро не рассказывают. Тем временем помощники Нардепа заявляют обыски незаконны. Это порушение закона про статус народного депутата Украины. Потому что это официально громадская принимательная народного депутата Украины, которая зарегистрирована в аппарате Верховной Рады. Это был обшук не помещения, где действована деятельность народного депутата, а помещения, где находятся люди, связанные с теми предприятиями, которые задеются в значительной схеме. А вот как комментирует и обыски, и подозрения сам Нардеп. У нас сегодня банда вымогателей очередная, которая кружится вокруг меня уже в течение четырех месяцев и вымогают просто деньги. Вот и все. Учитывая, что я им ничего не дал, и после моих вчерашних заявлений по тому, что Сытника исполняет политический заказ, вот последовали такие действия. То есть уходят его посредники от этого Сытника, его бывшие компаньоны и работники и просто занимаются вымогательством. Он дал на Сытника заявление в прокуратуру, потому что по трех статьям. Ну, я не знаю, как я мог быть организатором схем. Меня нет там ни в одних компаниях, ничего. Это им бы так хотелось, чтобы я был организатором, меня закрыть и получать с меня деньги. Политик заявляет, он в Украине и бежать не собирается. В бюро же надеются, что генпрокурор уже сегодня подпишет их прошение о снятии неприкосновенности и аресте Онищенко, чтобы до конца недели документ прошел и профильный комитет, и голосование в сессионном зале. По нашим данным, генпрокурор вечером возвращается из командировки, поэтому прошение пока не подписано. Анна Каменева, Андрей Кузнецов, подробности телеканал Интер. На ком горит шапка, пострадавшие от пожара Соломенский суд столицы сегодня еще и обнесли. Из кабинета председателя суда пропал ноутбук. Кто позарился на оргтехнику и с какой целью, выясняла Екатерина Доброгорская. Четверо бойцов полка Киев после пожара охраняли Соломенский суд от возможных грабителей, но вместо этого сами его обокрали. Во всяком случае, так говорят в полиции. Прямо из кабинета председателя суда вынесли ноутбук. Нашли пропажу в автомобиле охранников. Он доступен к главе суда. Значит, он особисто вымогал от этих людей показать автомобиль, довести, что это не их работа. И все-таки они выставили этот ноутбук из этого автомобиля. Он находился в автомобиле. И дальше, когда провела следовательная группа, и нагрудный знак в суде, что получили из автомобиля. Подозреваемых доставили в полицию. Дело открыли по статье «Кража». Сейчас с бойцами работают следователи. Встановлено, что все они перебывали в состоянии алкогольного спьянения. Они надали свои объяснения следствиям. Все эти материалы будут переданы до органов прокуратуры для подальшего расследования. За скояное правопорушение им загрожает до шести лет избавления воли. В полку «Киев» прокомментировать ситуацию нам согласился лично командир подразделения Виталий Сатаренко. Но уже через час в подразделении разговор отменили. Сказали, командир уехал в командировку. По словам председателя суда, информация на ноутбуке не представляла никакой важности. Ее можно легко восстановить. То есть ценность девайса исключительно материальная. Сейчас Соломинский суд охраняет уже другое подразделение национальной полиции. Екатерина Доброгорская, подробности телеканал «Интер». А в Голосеевском суде столицы сегодня начали рассматривать иск скандального бывшего наркоборца Ильи Киевы против губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В мае, я напомню, Саакашвили назвал Киеву, цитируя, криминальным авторитетом в форме милиции и потребовал его увольнения. Теперь Киева в суде требует опровергнуть это высказывание. Саакашвили и Киева на заседание не пришли. Одесская областная администрация решила в апелляционном суде оспорить рассмотрение этого иска. Того же пожелали и представители одного из СМИ, которое тоже имеет статус ответчика по иску Киевы. В результате рассмотрение отложили. Адвокат экс-наркоборца уверен, что дело умышленно затягивают, а вот ответчики общаться с журналистами не захотели. Возвращение к коментарю. Понимаю вас позиции? Началась национальная игра затягивания процесса. Пора ответить за свои слова, независимо от того, ты немецкий футболист или грузинский реформатор. Адвозный Илья Киева не раз оказался в центре скандалов. На службе в нацполиции он так и не прошел переаттестацию, как собственный детектор лжи. Зато был замечен то с оружием в городе, то в поезде, то подростков в прямом эфире наркотики готовить призывал. От лейтенанта дослужился до полковника и язык за зубами особо не держал. Одному из интернет-изданий поведал о народных депутатах и правоохранителях, подсевших на наркотики. Правда, ни имен, ни фамилий так и не назвал. А фраза об атошниках, рука которых привыкла к автомату и завалить человека им не так уж сложно, вызвала общественный резонанс. В мае Киеву с должности наркоборца уволили и предложили возглавить департамент по вопросам АТО. Но сам он решил пойти в политику. Баллотируется теперь в Херсоне на довыборах в парламент. Красногоровка и Марьенко под огнем артиллерии и гранатометов боевиков. В Красногоровке гаубица противника прямым попаданием разрушила один из подъездов в пятиэтажке. Есть пострадавшие мирные жители. В Марьинке боевики из гранатомета накрыли несколько улиц частного сектора. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. В 4 с небольшим утра жители этой пятиэтажки проснулись от ужасного грохота. Его слышали даже на расстоянии 5-7 километров. Стене здания в районе второго этажа зияла дыра от прямого попадания. Скорее всего это был тяжелый гаубичный снаряд. Возможно калибра 152 миллиметра потому что вот можем видеть как он проломил несущую стену пробил вторую несущую стену провалил перекрытие между вторым и первым этажом а потом между первым этажом и подвалом. Этот дом стоит на краю Красногоровки и снаряды по нему попадают не первый раз. Но так сильно здание еще не разрушали. Сразу после взрыва начался пожар. Это уже третий у нас снаряд здесь срывается. В 14-м году в 15-м вот это вот сегодня. То есть каждый год у нас пятый этаж смотрит на Донецк там зайдите и глядите. Местные жители рассказывают били по направлению закупированной Старомихайловки. Там ближайшее сосредоточение сил боевиков. Там Старомихайловка. А кто Старомихайловки? Зныя. Сейчас жители дома пытаются спасти все, что уцелело после взрыва и пожара. Но неповрежденных вещей совсем немного. Если разбили это все никто с ней поможет. Что первый раз побили, что второй раз побили. А это уже соседняя Марьинка. Тут тоже пострадали гражданские. Однако стреляют из меньших калибров. Зато каждый день и на коротке. Блиндажи и позиции боевиков на Старом конезаводе видны невооруженным взглядом. У нас тут очень близко подходят от 550 метров и ближе. 370, 300. По вечеру они подходят еще ближе. Посадка за этим домом. Тут где-то до сотни. Ну работали по нам. Мы отвечали. Этот дом прилетели воги от АГС от подствольников. Раздолбало крышу гражданскую. Только за последние сутки от обстрелов боевиков тут серьезно пострадал мирный житель. Руслан Смещук, Андрей Костюк и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Москва и Киев ведут диалог об освобождении кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Путина Песков. А пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил о том, что вопрос возвращения и Сенцова, и Корпюка, и Клыха сейчас это приоритетное направление и тему освобождения пленных обязательно будут обсуждать в Минске. Но сегодня контактная группа в Минске к согласию по вопросу об освобождении Сенцова и Кольченко так и не пришла, как и по тем пленным, которые уже удерживаются боевиками на оккупированных территориях. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал в ближайшее время освободить прежде всего больных и раненых. А представитель от Украины Ирина Герасченко заявила о том, что переговоры блокируют отсутствие точной информации о количестве и местонахождении украинских пленных. Несмотря на многочисленные усилия, не удалось достичь прогресса по вопросу освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Координата призвал стороны проявить больше политической воли для решения этого вопроса. Украинская сторона наполягая на даты нам точную информацию относительно места получения заручников и их количества. Потому что несмотря наше постоянное заявление, мы не имеем информации, где получат наших брендов. До них не допускают червяных рест. До них не допускают организацию объединенных наций. Интересная деталь всплыла в биографии украинки, которую накануне обменяли на заключенных Афанасьева и Солошенко. Елена Глещинская ранее работала помощником ныне нардепа от группы Ведроджини Виталия Барвиненко. Более того, по информации журналистов Громатькового, которые ссылаются на собственные источники, Глещинская летала чартером в Москву для получения инструкций и задатков вместе с нардепом. При этом Барвиненко якобы пересекал границу с паспортом, оформленным на другую фамилию. Какую, неизвестно, но как нам подтвердили в миграционной службе, получить второй паспорт на другое имя законно нардеп не мог. Весь день мы пытались дозвониться депутату от Ведроджини Барвиненко, но абонент вне зоны доступа. Европейские СМИ сообщают о том, что под видом беженцев в Европу отправилась группа боевиков ИГИЛ. Они планируют угрозы расскажет Татьяна Лагунова. То, что Франция, которая сейчас принимает чемпионат Европы по футболу, может стать мишенью террористов, европейские спецслужбы предупреждают давно и с завидным постоянством. Сегодня же к осторожности и бдительности своих граждан призвали власти еще двух стран. На чеку соседи Франции Бельгия и Германия. Внимательно наблюдать за родственниками, друзьями, знакомыми. В случае малейших подозрений, что они попали под влияние вербовщика в ИГИЛ или радикализировались сообщать, куда следует. С такой просьбой к немцам через СМИ обратился главный силовик страны. Томас Демизьер не пугает, но предупреждает. Угроза терактов в Германии резко возросла. Спецслужбам известно, сейчас на территории страны как минимум 500 человек, которые могут спланировать и организовать атаки. Почему вероятность терактов высока именно сейчас, если у спецслужб конкретные данные о готовящихся нападениях? Немецкие силовики не говорят. Впрочем, эту информацию раскрывают бельгийские СМИ. Журналисты ссылаются на источники в спецслужбах и сообщают, около недели назад из Сирии в Европу отправилась группа боевиков ИГИЛ. Они пытаются попасть во Францию, Бельгию, Германию, через Турцию и Грецию. Эти люди вооружены и планируют разбиться на группы для совершения терактов. Среди потенциальных целей торговые центры, железнодорожные наиболее ужесточены меры безопасности конечно во Франции, хозяйки футбольного чемпионата. Участников и гостей турнира охраняют 90 тысяч человек. Полицейские, военные, агенты спецслужб и эксперты по борьбе с терроризмом. Но, как показал вчерашний теракт во Франции, джихадисты атакуют там, где не ждут. И даже такое количество правоохранителей не в силах уследить за всем. Татьяна Луганович, Слав Фролов, подробности Европейское, Бюро телеканала Интер. Несмотря на все эти усиленные меры безопасности Евро-2016 помимо футбольных новостей почти каждый день приносит сообщение о жертвах любви к футболу. Британцы и россияне снова столкнулись на этот раз в Лиле. С нами на связи София Гордиенко находится во Франции. София, здравствуй. Расскажи подробнее, что произошло. Наталья, во-первых, я могу сказать, что вечер перестал быть томным уже сейчас. И если днем сегодня после матча, который состоялся в три часа дня, россияне были слегка расстроены и они вернулись в центр города в таком упавшем настроении, то сейчас уже потихоньку начинаются потасовки. И они начинаются, вначале начались с британскими и ирландскими болельщиками, которые тоже находятся здесь. Британцы и ирландцы пытались как-то поддеть русских. Они рядом с вокзалом скандировали русские уходите отсюда. Это такое самое милое, то, что они говорили. И полицейские вынуждены были в один момент применить слезоточивый газ. Мы слышали эти взрывы. Я думаю, что мы будем следить за ситуацией. Пока вроде бы все более-менее спокойно, потому что, я думаю, вы можете даже видеть за моей спиной очень много полиции здесь. Конечно же, власти пытаются сделать все, чтобы избежать повторения марсельских событий, особенно после того, как была зафиксирована смерть болельщика из Британии. Теперь фактически такое обвинение, как нанесение тяжких телесных повреждений, оно теперь переквалифицируется в убийство. И были задержаны также автобусы с российскими болельщиками. Их всех вышлют из страны, но перед этим допросят. Так же, как полиция будет сейчас просматривать все видео и фотосъемки из интернета, а их множество, для того, чтобы понять, кто мог быть замешан в этом. Здесь, в Лиле, власти попытались сделать вообще все, что возможно, для того, чтобы не повторились эти ужасные события и даже запретили продажу спиртного рядом со стадионом. Но, увы, это не совсем удалось. Болельщики все-таки выпивали. Попрошу показать, как это было. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Мы через встретили мы и британских болельщиков со свежими ранениями. Правда, они отрицают, что это произошло здесь, в Лиле или же в Марселе. Говорят, что сегодня сделают все возможное, чтобы избежать подобных стычек. А если увидим не очень хорошую ситуацию, то, конечно, будем уходить. Я со своей рукой точно принимать участие не буду. София, а что за история с задержанным в Лиле украинцем? Наташа, это действительно очень непонятная ситуация. Сейчас проверяют всех и вся на предмет вооружения и остановили полицейские вчера машину в багажнике этого автомобиля. Неизвестно, с какими номерами, кстати, российскими или украинскими, были найдены бейсбольные биты. Я напомню, что сейчас чемпионат Европы по футболу, а не по бейсболу. Соответственно, бейсбольные биты, это расценивается как холодное оружие. Двоих людей задержали. Это владелец автомобиля, он украинец, вроде бы, но живет в России и его спутница. Вот, что нам сказали в МИДе по этому поводу. За кермом этого авто находится гражданин Украины, родственник города Киева, который, за устной информацией, полученной в оперативном порядке, живет на территории России. У него, возможно, может быть и российское громадянство тоже. Я могу сказать только то, что это родственник Киева, 1984-го родственника. Кстати, украинских болельщиков мы здесь не встретили. Россияне, Словаке, Ирландцы, британцы. Очень много британцы и ирландцы ведут себя слегка вызывающе. Кафе, рестораны, они просто убрали все стулья, нет никаких столиков, они пытаются избежать повторения вчерашних событий или событий в Марселе. Россияне немного были расстроены, но еще не вечер, и чем закончится, кстати, этот вечер, сегодня в Лиле неизвестно, но полицейских очень много. И уже происходят некие мелкие потасовки, несмотря на то, что полицейские пытаются оттеснить британцев от русских, русских от Словак и так далее, все равно стычки могут быть, но к ним похоже готовы, по крайней мере, вот здесь рядом со мной очень много полицейских автомобилей и правоохранителей, мы будем следить за ситуацией. Наташа. Спасибо, София, София Гордиенко о столкновениях футбольных фанов во Франции. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Тайно явный протест, с чем связан транспортный коллапс на украинско-польской границе. На грани выживания ученые снова пикетировали кабинет министров. Есть ли результат? Карьерная харакири, как любовь к спа и путешествиям довела мэра Токио до отставки. 14 часов продолжался обыск в компании Мау и закончился лишь сегодня под утро. Детективы изъяли в столичном офисе авиаперевозчика документы по делу о злоупотреблении служебными полномочиями топ-чиновниками госавиаслужбы. Речь идет о задолженности компании перед государством в размере 150 миллионов гривен. Пока подозрения по этому делу никому не выдвинули. Но в антикоррупционном бюро не исключают, что соучастие к ответственности могут привлечь и сотрудников международных авиалиний Украины. Компанию, я напомню, связывают с группой «Приват». Каждый пассажир платил 2 доллара в сбор, который должен идти в государство. Но МАУ эти деньги в государство не перераховало и в этом стояли посадовцы государственной службы. Мета была найти эти документы и полностью подтвердить то, что пассажиры эти деньги заплатили, но эти деньги не подошли в государство. Эти документы найдены, они дают недосправу и сейчас по справе будет с прокуратурой принято остаточное решение. Прошли обыски и в Полтавской газо-нефтяной компании, которую тоже связывают с группой «Приват». Известно, что провела их местная полиция в связи с расследованием дела о неуплате налогов. Побывали следователи и в домах двух старших сотрудников этого предприятия. Больше информации нам получить не удалось. В комментариях отказали и правоохранители, и руководство предприятия. На автомобильных пунктах пропуска на украинско-польской границе по-прежнему транспортный коллапс. Очереди здесь только растут. С нами на связи наш корреспондент Галина Якушко. Галя, расскажи о том, что сейчас происходит на КПП и что известно о перспективах. Когда ситуация может нормализоваться? Добрый вечер, Наталья. Мы находимся на пункте пропуска Шегини. Сегодня здесь опять огромная очередь. Она растянулась на несколько километров. Сотни машин стоят на трассе. Чтобы попасть за границу приходится ждать по 12 часов. В очереди и украинцы и поляки жалуются на жару и отсутствие элементарных удобств. Украинские пограничники оправдываются. Транспорт скопился не по их вине. Тормозят поляки, мол у них на таможне забастовка, протестуют против грядущей реформы и массово оформляют отпуска и больничные. Поэтому на постах не хватает людей. На этом работают только 9 человек. Это так называемый итальянский страль митников в Польше. Он заключается в том, что польские митники совершают повильный оформленный транспортный засоб. За последнюю годину было оформлено всего 40 транспортных засобов. Но сами поляки называют свои действия забастовкой не хотят. Ведь служебным лицам в Польше объявлять акции протеста строго запрещено. Вот какой комментарий нам дали в таможенной службе перемышля. Причины разные. Работники таможни на больничных, служебных командировках, запланированных отпусках. Ситуация с кадрами очень сложная. Также мы усилили контроль на пунктах пропуска из-за саммита НАТО и Дней Молодежи. На украинской таможне рассказали, садились за стол переговоров с польскими коллегами. Просили их прекратить забастовку. Но те не соглашаются. У них должно отбудиться объединение их податковой и митной службы. В связи с тем, в них должно отбудиться значительное сокращение. Власне, тому они где-то работают в таком режиме. Впрочем, польские таможенники согласились пропускать вне очереди инвалидов и автомобили с грудными детьми. Но сегодня таких на пункте пропуска мы не заметили. Студия. Спасибо, Галя. Галина Якушко о транспортном коллапсе на украинско-польской границе. В Киеве второй день голодают около 100 шахтеров-инвалидов труда. Они приехали из Донецкой, Луганской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Накануне, не дождавшись встречи с министром соцполитики, горняки прорвались в здание министерства и заняли коридоры на двух этажах. Люди требуют индексации регрессных выплат и пенсии, размеры которых не корректировали 9 лет. Сегодня утром глава социального ведомства наконец встретился с митингующими и заверил, что требования горняков он поддерживает, но вот их выполнение зависит от парламента. Один из законопроектов об индексации регрессных выплат могут внести в повестку дня уже завтра. Однако шахтеры уходить из здания отказались. Они пообещали прекратить голодовку только тогда, когда нардепы проголосуют за этот документ. Министр не приехал, поэтому мы приняли решение просто зайти в актовый зал. Всю ночь мы лежали на полу, ничего не разбивают. Пенсионный фонд не индексирует пенсии инвалидам труда. И поэтому мы просим тех, кто пошел до 2008 года инвалидам труда, чтобы им осуществили пенсийные выплаты, разрыв колоссальный, 3-4 тысячи гривен. Требования шахтеров включить в повестку дня на этой пленарной неделе в рассмотрение проект закона 1450. Требования, на мой взгляд, справедливые. Было вчера на порубе направлено обращение о том, чтобы включили в повестку дня проект закона 1450. Фракция опозиционного блоку наполягае на том, чтобы завтра Верховная Рада разглянула законопроект номер 4015, который внесенный еще в лютому предоставляет две простые нормы. Насамперед, отновить проведение индексации сумм щемесячных страховых выплат, а также провести перерахунок за те годы, когда соответственно эта индексация не здействовалася. Это за 2014, 2015 и 2016 риг. Еще один митинг в столице сегодня возле Кабмина собрались около 3000 научных работников Национальной Академии Наук, а также Педагогической и Медицинской Академии. Ученые требуют принять закон, который внесет изменения в бюджет и поможет выделить дополнительное финансирование. Об этом договорились еще во время первого митинга 19 апреля, когда люди пришли к парламенту, но ВОЗ и ныне там, до рассмотрения закона в сессионном зале так и не дошло. Я напомню, что за последний год уволились почти 3000 человек, среди которых 98 докторов наук и 511 кандидатов. Из-за недостатка финансирования институты вынуждены переходить на неполный рабочий день, а говорить о новом оборудовании и вовсе не приходится. К митингующим вышла министр образования. Она сказала, что все понимает, но деньги должны искать депутаты. Сегодня интеллект в Украине не ценуется. Была досягнута договоренность, что нужно так как науке допомогти. Ну и зашли на сумме 621 миллиона всей академии, в том числе для НАНУкраины 483 миллиона. И с того часу все появляется лишь планами, намерами и проектами. Когда мы говорим о увеличении выдавков, но народные депутаты при этом не вказывают, откуда они должны дойти эти деньги, и чего их необходимо снять, мы, как уряд, также ожидаем от Верховной Ради позиций по тому, скидки эти кошты можно взяты. Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня в Вашингтоне, он встретился с вице-президентом США Джо Байденом. Это первый зарубежный рабочий визит Гройсмана в новой должности. Все подробности этого визита узнаем у нашего Сапкора в США Тихона Дзитко. Переговоры с Байденом начнутся примерно через час. Пожалуй, встреча с вице-президентом США центральная для визита Гройсмана в Соединенные Штаты. Байдена в руководстве можно назвать человеком, курирующим вопросы Украины. За последние два года, минувший со времен Майдана, он был в Украине неоднократно, а в последний раз осенью даже выступал в Верховной Раде. Поэтому от его встречи с Гройсманом можно ожидать новой информации о дальнейшем сотрудничестве Киева и Вашингтона, политическом и экономическом. Гройсман прилетел в Вашингтон накануне и вчера же встретился с руководителями организации украинской диаспоры в США. Не секрет, что украинцы в США очень активны. Гройсман поблагодарил их за это, рассказал о работе правительства, реформах и обсудил ситуацию на Донбассе. Пообещал, что в Украине появится агентство по привлечению и сопровождению инвестиций. Сегодня Гройсман уже встретился со спикером Палаты представителей Полом Райаном и с лидером республиканцев в Конгрессе Кевином Маккарти. Говорил с ним Крыма Гройсман также принес соболезнования в связи с трагедией в Орландо. Сегодня же он встретится с лидером демократов, а вечером запланировано возложение цветов к монументу жертвам Голодомора. Украинский премьер пробудет в США еще три дня и если сегодня день политических встреч, то завтра можно сказать день экономических. Гройсман встретится с министрами торговли и финансов. Продолжит ли США финансовую помощь Украине и будут ли инвестиции? Очевидно, после визита украинского премьера в Вашингтон. Тихон Зитко, Сергей Еременко, подробности Американское бюро телеканала Индр. Если Украина не достигнет ежегодного 5-процентного роста ВВП, ее ожидает будущее сырьевого придатка. Такой неутешительный прогноз сделали в Федерации работодателя Украины. Там опазаются, что за рубежом отечественную продукцию будут перерабатывать и возвращать в Украину в качестве готовых продуктов, но уже импортных. Сейчас основной экспорт страны сельхозпродукция и ее переработкой фермеры практически не занимаются. Европейские технологии им не по карману. Пошаговую модернизацию украинской перерабатывающей промышленности сегодня презентовали в Черкассах на форуме работодателей. Над проектом трудились западные и отечественные эксперты. Они уверены, что экономического роста можно достичь, если провести масштабные реформы и привлечь инвесторов. А для полного восстановления экономики нужно 300 миллиардов долларов. Ставка должна делать именно на переработку. Переработка может быть как аграрная продукция, то есть мы продаем не зерно, а продаем борошно, мы продаем не свежие томаты, а продаем томатную пасту. Если мы сегодня будем развивать переработку, мы достигнем 5%. Это абсолютно впевнение. Инвестор должен прийти сразу к старту начать строить предприятия, сразу начать вкладывать инвестиции. На превеликий жаль коррупция, которая заважает, питание безопасности бизнеса, питание защитного инвестиций. Это то, что на сегодняшний день не даёт инвестору полномасштабно вкладывать деньги на территорию Украины. Провокация боевиков, которая едва не унесла жизнь ребенка. Террористы обстреляли из артиллерии жилые кварталы в Чермалыке. Это всего лишь в 50 километрах от Мариуполя. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. Среди белого дня боевики обстреляли поселок Чермалык из ствольной артиллерии. Чудом обошлось без жертв. Свист, четкий свист, вот так шел свист. Я только зашел в дом, ребенок там был, на кровати сидел. Она только встала и вот так упала. Все. 13-летней Тане очень повезло. Девочка вышла в другую комнату. Возможно, это и спасло ей жизнь. Я сейчас нажала на кровати, сначала услышала что-то как выстрелы и потом взорвалось. Я получается только вставала и вот тут сразу как прошлась и услышала уже как взорвалось и все, я уехала на пол. По поселку стреляли около полудня. Провокацию боевики хорошо продумали. Большинство местных жителей по обыкновению уверены, обстреливала их якобы украинская армия. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, стреляли боевики из-за реки. Со своих позиций южнее напротив поселка Павлополь. Тут нет сомнений, что российское террористическое группование совершили этот обстрел. Сюда ввелся огонь. Потому что когда мы были прямо напротив нас мы видели прапор ДНР. Одновременно с обстрелом Чермолыка вражеская артиллерия палила и по нашим военным в Павлополе. Уже вечером боевики начали штурм на этом направлении. Обстрелами по поселку они хотели убить двух зайцев сразу и устроить кровавую провокацию и создать отвлекающий маневр перед штурмом объясняют военные. Наша разведка располагает неопровержимыми доказательствами. Их используют в ходе расследования. Зафиксована радиоперехват в якому наши військовослужбовцы фиксировали команды артиллерийских подразделев которые находятся на тому бочи. Ночной штурм позиции под Павлополем закончился для боевиков неудачно. Им нанесли потери и отбросили назад. Правда и с нашей стороны в ходе обороны погибли двое защитников Украины. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Киндратенко. Подробности телеканал Интер. Агитация на Темзе, противостояние сторонников и противников Европы переместилась на воду. За неделю до исторического референдума в Великобритании на Темзе сошлись флотилии оппонентов с последними сводками из Лондона Светлана Чернецкая. Рок-звезда против главного евроскептика. В центре Лондона сегодня сошлись две речные флотилии. Одна под флагом Великобритании призывом вывести страну из ЕС во главе с лидером ЮКИП евроскептиком Найджелом Фараджем. Вторая под флагом Евросоюза и транспарантами голосует за то, чтобы остаться во главе с рок-легендой странной музыкантом Бобом Гелдафом. Обе вышли на воду, представляя интересы рыбаков накануне референдума. Сойдясь в водах Темзы, предводители обменялись колкостями. Противников Брекзита даже водой из шлангов облили. Фарадж отметил, что присутствие мультимиллионера Гелдафа на рыбацкой лодке это просто насмешка над трудягами рыбаками. Гелдаф в ответ назвал Фараджем мошенником, искажающим факты. Ну а времени переубеждать оппонентов остается все меньше. Например, в автомобильной компании Rolls-Royce сегодня обратились к сотрудникам напрямую. Призвали голосовать против выхода из Европы. Мол, это в интересах как самих сотрудников, так и клиентов и поставщиков. Активное участие в компании за сохранение членства в ЕС принимает и британская актриса Кира Найтли. Она записала обращение к молодежи с призывом прийти проголосовать и не постеснялась употребить крепкое словцо. Нужно лишь 5 секунд, чтобы потренировать идеальное лицо для церемонии награждений. И всего 5 секунд потребуется, чтобы поставить отметку в избирательном бюллетене. 5 секунд, чтобы остановить других, решать ваше будущее. С ужасающим прогнозом сегодня выступил министр финансов страны Джордж Озборн предупредил в случае выхода Британии из ЕС правительству придется повысить налоги и урезать госрасходы. Из-за экономических последствий в бюджете страны возникнет черная дыра в 30 миллиардов фунтов. Ну а последние опросы общественного мнения однозначны. Британия собирается на выход. Перевес сторонников Брекзита уже составляет 7 процентов. Это самый большой разрыв за все время кампании. 46 против 39 процентов тех, кто хочет остаться. Впрочем, неопределившихся все еще много и они могут изменить исход голосования. Новые данные тянут курс фунта вниз. Он продолжает падение по отношению к доллару. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер. Коррупционный скандал в Японии стал причиной отставки мэра Токио. Ейчи Масудзой неоднократно критиковали за пристрастие к путешествиям, дорогим отелям и оздоровительным процедурам за счет городского бюджета. Но на этот раз удалось собрать доказательства. Казалось, что городоначальник тратил на свои нужды деньги, выделенные на подготовку к Олимпиаде 2020 года. Сам мэр японской столицы до последнего не признавал свою вину. Парламент собирался рассмотреть вопрос о вотуме недоверия и буквально перед самым голосованием Масудзой подал заявление об отставке. Выборы нового мэра Токио проведут уже в начале июля. Клад аргентинского министра, куда чиновник 8,5 миллионов долларов. Об этом и не только в нашем обзоре. В Аргентине арестовались по личным. Бывшего министра общественных работ Хосе Лопес пытался закопать незадекларированные 8,5 миллионов долларов. Чиновник хотел спрятать клад в пригороде Буэнос-Айроса возле монастыря. В багажнике Лопеса нашли 160 пакетов с деньгами, дорогие часы и оружие. Даже во время задержания экс-министр предлагал взятку силовикам. В парке Дисне во Флориде аллигатор утащил в озеро двухлетнего мальчика, который играл на берегу. Родители пытались вырвать малыша из пасти двухметровой рептилии, но тщетно. Поиски тела ребенка продолжаются. Также полицейские расставили специальные ловушки на аллигатора-людоеда. Совсем недавно во Флориде на поле для гольфа засняли другую гигантскую рептилию. В сети до сих пор спорят о подлинности кадров. Предполагают, менеджер поля для гольфа использовал монтаж. В США взорвали легендарное казино «Ривьера». Как и подобает столица игорного бизнеса, запланированный снос превратили в красочное шоу с фейерверками и салютами. «Ривьеру» построили в 1995-м. Гостиница при казино считалась самой роскошной в Лас-Вегасе. Теперь на этом месте возведут городской конференц-центр. В российской Перми сбежал робот, так называемый промо-бот. Сам покинул тестовый полигон и выехал на проезжую часть городской улицы. Чем шокировал гаишников? Они так и не поняли, что делать с чудом техники. Приблизились к роботу, когда у него села батарея. По идее, промо-боты должны помогать людям с навигацией в публичных местах. Сейчас в Перми новинку испытывают. Но не все идет по плану. Кондитер Митсуо на катане показал технологию приготовления японского десерта моти, а точнее скорость, с которой сладость нужно готовить по рецепту. Десерт делают из клейкого риса и рисовой муки. Смесь толкут в ступе двое. Один наносит удары, а второй смачивает тесто. При этом повара должны обладать реакцией и координацией спортсменов. Новозеландская команда по регби Чивс впервые за 20 лет исполнила хаку, ритуальный танец Маури. Ранее он предварял каждый важный матч, но когда это стало популярным, Чивс отказались от традиции. Перед поединком против Уэльса решили вспомнить былое. Судя по реакции суровых бородатых валийцев и по итоговому результату поединка хака сработала. Чивс одолели соперника со счетом 47. Сильнейшие пожары в Израиле. В Иерусалиме идет эвакуация сразу нескольких районов города, а полиция тем временем разыскивает возможных поджигателей. Все подробности узнаем у Сергея Услендера. Вместе с сильной жарой, которая продолжается уже без малого месяца в Израиль пришел сезон пожаров. Спасательные службы буквально сбиваются с ног. Самая напряженная обстановка сейчас в районе Иерусалима. По сути, столица находится в огненном кольце. Сильнее всего достается западным районам города, которые примыкают к лесам. Леса в основном хвойные, горят очень сильно. В тушении задействованы десятки пожарных расчетов, усиленные авиации. Вот кадры, снятые местными жителями, на которых хорошо видно, что самолеты работают на бреющем полете, буквально над крышами домов. Пострадавших пока, к счастью, нет, но жильцов некоторых домов, расположенных близко к очагам возгорания, пришлось эвакуировать. Отмечается очень сильная загрязненность воздуха. Огненный фронт угрожает инфраструктуре города, в частности, электрическим подстанциям. Полиции пришлось перекрыть шоссе номер один, которое соединяет город с Тель-Авивом. Причем перекрывать пришлось не столько из-за огня, сколько из-за сильнейшего задымления в какой-то момент видимость на трассе упала практически до ноля. Сейчас движение разблокировано, но угроза для главной транспортной артерии города по-прежнему сохраняется. Пожарная служба издала категорический запрет на разведение костров в лесах. Полиция подозревает, что причиной некоторых пожаров стал умышленный поджог. Сейчас этих людей разыскивают и есть уже задержанные. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер Израиль. Наш сайт подробностей Юэй и информация там обновляется постоянно. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин